Итак, привет, с вами ТубГ, мы продолжаем играть за республику Кирию, если вы еще вдруг не подписаны, а если не подписывайтесь, а мы же начинаем наш контрнаступ, войска нашего противника истощены, наши же свежи, пополнены, обучены и готовы отвоевывать Кирию обратно народу Кирии, поехали. И, к сожалению, вот здесь вот танки от нас смогли убежать, но все еще остаются танки вот здесь, вот один танк, по крайней мере, следовательно, мы все еще можем попробовать пропушить здесь все, только нужно делать это аккуратно и убрать здесь танк, потом как-то что-то сделать здесь раз, еще с этими двумя танками, потому что танки это действительно большая проблема, и если с ними ничего не делать сейчас, потом с ними ничего нельзя будет делать вообще. И, в принципе, этот фронт будет невозможно практически двигаться. И нет, наши здесь войска не могут пробиться, но все-таки это ополчение, с обычными войсками они, конечно, несопоставимы, нужно действовать именно этими войсками. Поэтому мы попробуем пробиться здесь, к зеленейшему обратно, вернуть город детства нашей Rising Sun, то, что я прочитал из лора, зачем я его читал, ребята, я не знаю, возможно, я поглощен уже, и нет пути назад из этого мода, в любом случае. Начинаем блокировать вражеские войска, и потихонечку-потихонечку тузаем заходить. И да, мы на самом деле достаточно успешно пробиваемся, есть, конечно, небольшие вопросики об том, насколько быстро мы это делаем, но лучше медленно, чем никак. Так, и слушайте, смотрите, что получилось, полностью мы окружили здесь их войска, это несет очень большой урон по нашему противнику. Плюс мы сейчас еще здесь, да, закроем до конца окружение, и будем добивать их. Остаются две провинции, и да, с этими вайпнутыми войсками нам станет, я думаю, намного проще. Можно, кстати говоря, сместить чуть-чуть вот так наши войска, потому что на западе мы уже наступать вряд ли будем, а вот на востоке вполне, поэтому лучше чуть большую плотность иметь как раз-таки на востоке. И добиваем здесь последнюю провинцию. Прелесть. Ластент, но он им, конечно, не поможет. Попробуем еще, я думаю, здесь подрезать вот эти войска. В принципе, шансы это сделать тоже неплохие. Смотрите, мы можем и пробиться дальше. И ловушка керинца захлопнута. Еще, получается, пять дивизий сейчас будет здесь уничтожено. Прекрасно. Ну, либо часть из них успеет уйти, что будет грустно для нас, но... В принципе, это приемлемый результат, хотя бы что-то из этого вайпнет, на самом деле. И вновь пытаемся мы что-то сделать с танком. Пока что шансов немного, но они всегда есть. И там вообще конфидеративный союз себе получился. В общем-то, тут ребята жестко что-то делают. Я думаю, они еще и экономику... Да, тут уже приличная, научная. Блин, приятно быть ими, они тут все поразвивали, все. А мы сидим. База ужасная. Общество аграрное. Неграмотность широкая. И начинаем жестко просто душить эти танки. На самом деле шансы очень хороши сейчас пробиться. Начинаем их душить здесь и чем-то отступать вот сюда. Собственно говоря, чтобы подспасти наши здесь дивизии, чтобы здесь не открыли этот котел. В любом случае мы его сейчас очень активно пытаемся закрыть. И танки, да, танки сгорают. Они еще нажали форсированную атаку, что не сильно поможет им. Но... Да, они опять прорывались. Но из этой провинции танк в этой провинции может не успеть отступить. Надеюсь на это. Ладно, будем целиться на меньшее. Не будем искать, как в прошлый раз. А просто пойдем и добьем. Чертов танк есть. Только что война стала начать речь попыше. Ну и теперь потихоньку будем сейчас навигеть продолжать двигаться. Сейчас я думаю отрежем здесь еще дополнительные силы. По снабжению у нас вроде о своих проблем нету. Так что проблем я с этим не вижу. И тут немножко стала интереснее ситуация. Но в целом как будто все так же все окей. Да, мы закрываем еще пять дивизий. Хорошо. А также мы заказываем новые дивизии. Потому что у нас наш фокус очень много снаряжения дал, как я и говорил. И мы можем позволить себе больше теперь дивизий. Наши враги такого по ощущениям не имеют. Я видел, что сегодня было 40% чем-то. Сейчас опять поднимется, потому что интенсивное сражение снизилось. Но я как раз решил забирать по этому поводу агента. Чтобы получить скорее всего баф на разведанные. А также я делаю вот такой вот маневр. Хочу я вот эти дивизии окружить. Потому что здесь лес, там много дивизий. Можем их спокойно обойти. Я вижу точно такую же возможность, если говоря, вот здесь. Так что тут тоже не пускаем ее. Да, четыре дивизии, из которых одна танковая, уничтожены. Вот здесь аналогичная ситуация. В общем-то фронт потихоньку начинает сыпаться. И это хорошо. Тем более, кстати говоря, конференциативный союз практически не участвовал до этого, кстати. Но видя, что царство Кирио проигрывает, они направились в это войско. И я решаю сместить нашу армию еще восточнее. А вот это все выделить под ополчение. Вроде как у нас есть на это ресурсы. Пробуем также сделать здесь еще небольшое окружение. Я не уверен в том, что оно прям получится, но шансы есть. И да, они нажимают класс стенд, что замедлит наше продвижение. Не даст нам прям пробиться, но это лишь отсрочит их поражение, а не остановит. Тем не менее, какие-то дивизии все равно не успевают выйти. Наши дивизии здесь чуть не были окружены. Но мы справляемся и усиливаем, я думаю, натиск на них теперь. Мы берем здесь 40, это, я так понимаю, наверное, пункт снабжения здесь. Да, все верно. Выглядит важным городом. И наши тиски зажимаются все глубже и глубже. Я думаю, достаточно скоро мы сможем эту армию полностью отрезать от любого снабжения. В принципе, уже снабжаться они не должны. Но пока у них не так все плохо. Хотя я вижу, уже красные и желтые коробки есть. Ну и мы можем опять отправиться в нашу наследницу, я так понимаю, на миссию. Да. И, наверное, я не буду брать себе баф на захваченное решение, потому что я предпочитаю производить больше артиллерии. И мы движемся. Когда мы возьмем питунца, наш котел на западе будет закрыт. До питунца осталось совсем немного. Мы можем, я думаю, успешно наступать сейчас. В принципе, мы и на восток можем наступать. Кажется, отношение стил стало таким, что, за подозрение, нам оказывать никто не способен. Все выглядит настолько хорошо, что я даже решаюсь нажать вот эту галочку. Пускай эти ребята начинают почему-то потушить. Господи, ну пожалуйста, только не вот так одной дивизии в провинцию. Ну вот таким вот образом, да, вполне себе. Если говоря, с каждой захваченной провинцией мы получаем себе все больше бафов. Потому что мы выбрались именно путь, который дает нам от успешных действий бафы. Что, кстати, супер хорошо. Хотя в теории можно было, наверное, побыстрее закончить войну, если ты берешь какие-то бафы на оборону, сдаешь территорию, получаешь гигантские бафы, формишь с противника кучу всего. Но опять-таки, мы не идем по оптимальному пути, мы просто получаем удовольствие от игры. А еще мне нужно взять масякот, чтобы здесь было снабжение. И тем самым лишить противника снабжения. Пока наши войска здесь пытаются закрыть это окружение. Что на самом деле не так просто, потому что все еще немало войск. И не так уж и много снабжений мы их лишили, как бы они все еще с земли что-то получают. То есть дебафы пока еще, ну, 35 атаки над защитой, с ними в обороне жить можно. И да, окружение справа здесь вот разбитое. Уничтожено здесь, уничтожено. И сейчас мы добьем самое западное окружение на западе. Ура, товарищи, я могу сказать. Наши войска на западе одержали полную победу. Уже миллион. Северная убивает военно-республики. То есть, то, что уже и так давно было. В любом случае, теперь мы сможем немножко еще раз наши дивизии переделать. Кстати, давайте сначала не будем так убирать. Оставим все-таки так. Дождемся, пока придут вот эти ребята. Они у нас будут по дефолту такой запад охранять. А восток сейчас пойдет в наступление. Кстати, опять попытка контр-тонсту, потерять них. Но нет, ребята, шанс остановить кровополитие. Смотрите, что они хотят. Я думаю, нет. Путь огня наносирует несмотря ни на что. Мы не остановимся. Война будет до победного конца. Только победа, только война. Как говорится, тотальная война, тотальная победа. И посмотрите, сколько здесь, ребята, промышленности на фармиле. Но это не для меня на фармиле, я полагаю. И я даже еще все войска у меня не достигли позиции. Но я уже вижу, что здесь можно делать какие-то окружения. И я не выдерживаю ни нажимать сюда. Мы бежим их окружать. Просто гигантский дыры во фронте здесь. Нужно ими пользоваться. Перемирие в такой момент, после того, как вы пользовались иностранной поддержкой танков, никогда. Мэн пауэр наш встречается очень быстро, поэтому я периодически нажимаю вот здесь вот кнопочки. Да, это не супер хорошо, но... Потому что мы уменьшаем наш мэн пауэр в провинции. Но фактически мэн пауэр нам нужен именно для того, чтобы у нас рос... Ну, именно в провинции, да, население. Чтобы у нас рос обычный мэн пауэр. Если мы его так вот собираем, это достаточно эффективно. Это один к одному, то есть это 100%. Да, он не вырастет с каких-то других бафов, да. Он не разбафается приростом. Но я не думаю, никакой прирост не сможет дать нам 100% мэн пауэра. Ну и все, армия в руинах. Не могут они уже никакое организованное сопротивление оказать. Конечно, тут все еще есть, но мы берем столицу. Киноварь переходит в руки обратно к республике Кири. Как и должно было быть сразу, на самом деле. Есть. Низвергло государство Аллы Царса Кири. Осень заканчивается, наступает зима. Здесь остались, так сказать, в заложниках несколько дивизий. Северного Конфидеративного Союза. Но им жить здесь осталось недолго. Я думаю, собственно, они уже не смогут реального оказать. Мы просто обходим слудов, которые не были прикрыты. И в принципе, я не думаю, что там есть чем прикрывать. И идем по победным точкам. Кстати говоря, забавное название провинции, но ладно. Это не главное. Главное то, что мы одерживаем победу. Падение благоухания. Наконец-таки мы и ее взяли. И смотрите-ка, была сделка. В городе боев не было. Богатые бизнес Кирины заключили сделки по передаче информации капиталя Царганизона на... За то, что их предприятие станции в целости после захвата. Посмотрим, да, как они будут соблюдаться. Но они продали свой город. Продали город коммунистам. Не думаю, что эти ребята были сильно умными. Но скоро реальная история покажет, насколько они были умными. И последние-последние провинции добиваются. Слушайте, ну буквально до конца они сражались, стоит дать им честь. Но последний городион в Сияне сдается. И весь альянс дается. Мы одержали победу в этой кровавой гражданской войне. Там... Так. Ну да. Ладно. Не знаю, почему я это написала. Но почему-то написала. Я жду новых фокусов, что я могу сказать. И вот оно. Роза смотрит, как наши колонны солдат. Рабочих, обычных христиан идут. Они бедные, они не... Где-то в какие-то красивые одежды. Они грязные. Они терроризованы. Но они победили. И они маршируют и радуются победе. Прекрасная работа. Мы хотим увидеть Рейншайнс. Короче говоря, давайте прожмем коды нашей победы. Трехкратный урок, как говорится. Товарищи, у нас теперь есть какие-то новые фокусы или что? Нет, у нас просто появились новые фокусы. Вот здесь вот. Отлично. Смотрите-ка, мы... Включает нам рекрут солдатов. И вот эти, в общем-то, кнопочки, да. И что еще она делает? Динамические модификаторы с нашего вступления становятся перманентными. То есть вот эти, я так понимаю. Появляются у меня динамические модификаторы. Поднятое пламя. Которые динамические бонусы. Посмотрим что-то. Но сейчас у нас в компании 100 дней. И мы можем, наконец-таки, распускать баннеры. Класс. Смотрите, я, конечно же, делаю вот так. Потому что у меня куча палитки. Я могу ее потратить вот на это все. Но не буду слишком много тратить. Вдруг там будут кнопки, которые нам надо будет нажимать. Верно? И так у нас появляется Дей Спринг Рос. Которая появляет, получает какие-то трейды супер жесткие. Наверное. Я не уверен. Вот она. Смотрите-ка. Второе ополчение. Родин Фаер. И плохой, в принципе, баф. Цель Стримина у нас. Хороший баф. В принципе, да. Просто генерал первого левела, который очень хорош. Это хорошо. И так, от вины мы переходим к миру. И каждый кирин должен сделать свою часть. Отлично. И вот они, наши фокусы. И да, нам в первую очередь надо будет по состоянию что-то поделать. Я вот здесь вот вижу, что у нас появляется ячейка исследований. Нам это надо. И здесь у нас база как раз таки тоже улучшается. Так что, думаю, мы пойдем в первую очередь именно туда. И вот оно. Берем северную промышленность. Как раз китайцы северяне. Там очень было видно, что они очень жесткие. И вот оно. На принтере себе наделали пехотки. Людей из, в принципе, снаряжения всего разного. Это отлично. У нас есть термагические винтовки. Начинаем их производить. Мне они нравятся больше. Делаем из нашего ополчения теперь, которое имеет опыт, обычную пехоту. И теперь всех ребят дотренировываем. Ну, расширение города мы можем сделать. Хоризонтема нашего. Это хорошо. Это плюс фабрика. Это нам надо. И первая компания 100 дней. Прелесть. Прелесть. Улучшится у нас аграрное общество. И нам нужно делать по одному фокусу. Который мы, кстати говоря, как раз начали. Хорошо. Это типа наша индустриализация. Ладно. Пожалуй, займемся мы восстановлением Кири. Следующая серия. Ребята. Революция, по крайней мере, пока что закончилась. Теперь нам нужна индустриальная революция. Все это будет в следующей серии. С вами был Докгейм. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Дайте лайк, комментарий, твичи, скоро вы будете. Все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.